О, Иисус, возьми меня О, Иисус, я люблю Тебя О, Иисус, возьми меня О, Иисус, я люблю Тебя Еще раз О, Иисус, возьми меня О, Иисус, я люблю Тебя О, Иисус, возьми меня О, Иисус, я люблю Тебя Без Тебя Без Тебя я не свой Без Тебя жизнь моя Звук пустой Мое сердце Мое сердце болит Мое сердце кричит, Боже мой Я жажду видеть Тебя Я жажду слышать и ночью, и днем О, Крести нас, Господь Духом, святым и огнем Я жажду видеть Тебя Я жажду слышать и ночью, и днем О, Крести нас, Господь Духом, святым и огнем О, Иисус, возьми меня О, Иисус, я люблю Тебя О, Иисус, возьми меня О, Иисус, я люблю Тебя О, Иисус, откройте свое сердце и говорите ему О, Иисус, возьми меня О, Иисус, возьми меня О, Иисус, я люблю Тебя Молитесь на языках Плавите в этом помазании Позвольте Богу восстанавливаться Наша достоинство О, Иисус, я люблю Тебя О, Иисус, я люблю Тебя О, Иисус, я люблю Тебя Никто не молчит Восвышай голос перед лицом владыки Поклоняйся ему И он восстановит тебя Он прогонит народы от тебя Он распространит пределы твои И защитит тебя Кирбашоками росту Небреша бака Туда на ногах Блесе менор, бляшу бату О, Иисус, возьми меня. О, Иисус, возьми меня. О, Иисус, я люблю Тебя. Давайте соединим руки. Давайте будем молиться. Давайте даже не соединим руки, а вот так вот возьмите. Сделайте вот эти цепи. Мы не должны потерять никого. Мы не должны потерять никого. Возьми и сделай эту цепь. И скажи, дьявол, эти цепи ты не разрубишь. Дьявол, эти цепи ты не разобьешь. Любовь Божья, помазание Божье соединяет нас. Мы члены друг к другу. Мы в теле Иисуса. Мы призваны к одной надежде. Мы призваны к одной победе. Мы призваны, чтобы Царство Божие утверждать на этой земле. И возвышай свой голос. Мы просим про единство. Мы говорим о единстве. Хермер и логощет сандая. Возвышай свой голос. Начинай его пиять к нему. Дьявол, ты не доберешься до наших детей. Дьявол, ты не доберешься до наших жоп. Дьявол, ты не доберешься до наших церквей. Мы будем стоять стяной. Мы стали землями. Мы будем стоять стяной. Во имя Иисуса. Чайку мотали не прищатай. Крисчако тормечельта. Крисчалера мрешанчалая. Кельмары гроз сачатолере брешандая. Крисчако тормечельта. Кирманы шатсу теле на маконда. Щикаломаны сочакеталая. Кроманчекле брешацая. Кирманы лебрешанцы теле я. Ху! Ама-эйна. Курманы шатсатали ямбариседа. Халлилуйя, халлилуйя. Халлилуйя. Вместе скажем. Дьявол. Сатан. Во имя Иисуса. Джейзус Варда. Ты не доберешься до наших жен. Ты не доберешься до наших детей. Ты не доберешься до наших семей. Ты не сможешь порвать эти цепи. Ты не пройдешь через эту стену священников, ходатайев и мужей, помазанных Духом Святым. Потому что мы возвращаемся. Мы берем ответственность. Мы фундамент. И мы крыша. И мы надежные стены, которые защитят наш дом, наши церкви, наших детей и наши семьи. Во имя Иисуса я претендую на помазание владычества. Во имя Иисуса и начинаю молиться. Пусть это будет защита. Пусть это будет защита. Пусть это будет защита. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Христос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Христос Амен! 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 И был человек, этот непорочный, справедлив, и бога боязни, и удалялся от зла. Он сегодня нам бросает вызов. Он был настоящий мужчина, он был настоящий отец, и настоящий муж. Смотрите, что такое прочный фундамент, что такое надежная крыша, что такое защищенный дом, и покровительство, еще раз, человек этот был непорочный. Сирдскаидрый, основа характера, он был справедлив, это характер Бога, он был бога боязни, он чтил Бога, у него был страх Господи, и удалялся от зла. Боже, помоги нам иметь этот джентльменский набор, чтобы стать настоящим отцом. И родились у него семь сыновей и три дочери. И меня у него было, я даже читать не буду, Там так много всего. В переводе на сегодня это три банка, четыре корпорации, Короче, Газпром, и все остальные крупные компании. Сыновья его, смотрите, сходились, делая пиры, каждый в своем доме. Можете представить, какие у них дома были? Ну такие, нехилые. И они праздновали там, и посылали, и приглашали еще трех сестер, и ест и пить с ними. Когда круг, першественных дней, совершался, Иов посылал за ними и освещал их. Подумайте только. Когда все заканчивалось, он не просто говорил, ну слава Богу, мы должны освещаться. И, смотри, вставая рано утром, Возносил всесажение по числу всех их. Когда ты стоял, у него была молитва из десяти пунктов. И каждый пункт начинался с имени, его сына, которых было семеро, и имени дочерей, которых было три. Десять пунктов. Он молился за старшую, лукт пар векшаку, хадатистов, освещал, благословлял. Молился за второго, за третьего, трещу. Боже, помоги нам освещать, хадатистовать за каждого. И дальше он приносил жертвы, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Может быть, я не уверен, согрешили они или не согрешили. Дети взрослые. Но жизнь как жизнь. Может быть, кто-то из них согрешил или похулил Бога в сердце. Но он как хадатай стоял между Богом и своей семьей, принося жертвы и говоря, Бог, я их отец. Я несу за них ответственность. Я как священник хадатистую. Может быть, они согрешили, поступили несправедливо. Прими эту жертву и помилу их и благослови их. И делал это он каждый раз. Давайте возьмем сейчас жертву и как священники в своем доме принесем эту жертву и как хадатайственную жертву за наших сыновей и за наших дочерей. Они нуждаются в этом. Жертва их отецственная молитва это священодействие освящал их. Наши дети нуждаются в освящении. Наши сыновья нуждаются в освящении. Наши дочери нуждаются в освящении. Во имя Иисуса возьми сейчас достойную жертву, потому что в достойном благословении нуждается наш дом. И наши дети возьми сейчас эту жертву. И как священник как отец как ответственный человек стоящий перед лицом владыки поднимите поднимите свою жертву перед лицом Господь. И скажите вместе со мной скажи отец я благодарю тебя за этот день я благодарю тебя за это служение за это великое священное действие благодарю тебя благодарю тебя что восстанавливаешь стандарты мужского лидерства за то что ты возвращаешь нас на позиции священника перед лицом владыки я хочу принести эту жертву жертву ходатайства за моих детей и за весь мой дом может быть они согрешили и похулили Бога в сердце своем может допустили какие-то страшные ошибки но я как священник ходатайствую перед лицом твоим помилуй покрой прими и прости пусть весь мой дом будет под кровью Иисуса Христа пусть судьба моих детей сыновей и дочерей будут под защитой твоей я приношу эту жертву и прошу тебя пусть милость твоя и ангелы твои сопровождают все мое родство по милости твоей и по великой твоей любви пусть весь мой дом будет знать себя любить тебя поклоняться и служить во имя Иисуса Христа Амэн Ашери, пожалуйста пустите ведро по залу присаживайтесь халэлю фундамент без трещин когда строится дом то прочност фундамента рассчитывается изначально на соответствующую нагрузку мы мужья должны понимать что в отличие от женщин которые любят может быть эпатаж любят может быть гораздо больше внешнюю картину внешний блеск как и в доме мы можем видеть окна шторы крыльчки все что снаружи но фундамент никто не видит и нам часто бывает обидно обидно понимаешь где-то ниже плентуса говорят ниже плентуса да мы ниже плентуса фундамент ниже плентуса пустите из невидимого происходят видимое не стены держат фундамент мы так устроим у нас свои битвы у нас свои сражения но мы не имеем права дать трещину стены могут дать трещину это не страшно но фундамент нельзя потому что трещина фундамента ставят под угрозу все здание да мы ниже плентуса да это под землей да иногда ты сам в себе сгораешь и болеешь и не обязательно всем об этом говорить женщины могут друг другу часами рассказывать о своих проблемах они более экстравертны но мы должны быть интроверты мы должны понимать что это мое основание и это основание держит весь дом великое счастье для нас мужчин не столько эпатаж или пиар акции посмотрите какой прочный фундамент для нас самое главное удовлетворение знать что на этом невидимо может быть не так распиарено основание фундаменте весь дом чувствует себя надежно стабильно и защищенно амэн там в Ефесянам написано мужья любите жен так как Христос возлюбил церкви Христос это основание того брака который будет и Бог рассчитал прочность этого фундамента и когда он топтал точила один он говорит никого со мной не было я и Бог у него тоже были шансы на трещины когда он стоял в Гефсимане и молился и говорит Бог доминует меня эта чаша но впрочем Бог пусть этот фундамент будет без трещин я сегодня благословляю каждого мужчину который проходит через свою Гефсиман через свои сражения одна молитва не дай трещину ибо это будет угроза для всего дома пусть Бог укрепит пусть Бог утвердит помажет и защитит и сделает непоколебимым до дня когда он придет амэн желаю каждому из вас победить пройти до конца не сломаться и остаться верным амэн давайте помолимся за этих жертв пожалуйста Людвиг, Андрей подойди сюда давайте помолимся